ну здравствуйте мы однокашники я знаю что многие из вас нет терпеть не любит а некоторые не очень любят но тем не менее связи с тем что всякие коронавирусы корона маски я решил снять для вас маленькое небольшое видео мы сейчас находимся на вершинке одной горки это же конечно ни разу не альпы высотами все это метров 300 вот такие дела вот обратите внимание видите деревья височек деревья какие-то статки стать строение стоят вот обратите внимание есть я посмотрю на склонах там кругом такие ямки довольно большие но это не просто ямки это там где взорвались снаряды авиационные бомбы которые себя швыряли американцы англичанами да я знаю вы сейчас скажет на нет сами на вата таком и надо но я сейчас не об этом хочу рассказать у меня другое когда-то на этой горе вокруг этой горы стояли всевозможные монастыри храмы ничего из них из этого не усырело вообще все было разбомблено в труху в пыль остались какие-то бессмысленные руины да все так плохо кроме вот этого сейчас я попытаюсь показать осталось только вот этот даже не знаю как это назвать архитектурный ассамбль я сейчас попытаюсь показать чуть-чуть подробнее и чуть-чуть рассказать про это по-моему это того стоит постройка но очень 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 и очень старая но жутко старая ну прям не знаю как старая ей много больше чем 1000 лет я конечно реставрирую восстанавливали но это было здесь все построено вокруг вокруг убриваясь возможным монастыри и весь смысл был в том что этот памятник он был сделал в то время когда не было ни католиков не протестантов да вообще разделение риги не было вот и сейчас я покажу здесь пару моментов таких если вы обратили внимание там такие маленькие маленькие домики слева справа если кто из вас кто был когда в иерусалиме он видел что мы были так называемые станции на которых христа били гоняли ругали и так далее я крыль к риге тошусь не очень но все-таки вот это все символизирует или символизировала когда-то те события а вот я вам сейчас покажу то что если кто опять был в иерусалиме он вспоминает что храме гроба господнего там где место где был стоял крест на котором распали иисуса христа была щель где кровь стекала на череп адама вот это символизирует символизирует это и вот одно такое место есть здесь у нас деревню фульда а второе храме год грома господня в иерусалиме почему их так мало но дело в том что наши священники их священники они как-то не любили стандартства вообще-то иисус христос он был евреем сына еврея он соблюдал еврейские обычаи и чтобы ни в коем случае не случая не сейчас иисуса христа распятого с ада вам то есть прородили человечество они раздали сиркуляры согласно которым они за счет и изъяли но не было твине было никогда и все осталось два места так что я хотел сказать то мои дорогие здесь было разбомблено все в труху в пыль ничего не установить не удалось нечего было устраивать но вот сюда не упал ни один снаряд ни одна пулю с они долетела как то вот интересный такое совпадение я сейчас еще немножечко покажу место то уникальное площадка небольшая и очень-очень-очень старая что я еще хотел сказать вы видите этот разбойники как раз слева и справа они на таких крестах распяты а вот если мы посвали на нашего иисуса христа то у него крест такой новенький довольно ему всего от лет 500 600 кресту не уст не состарился еще и видите руки у него если все остальные фигуры они вытесаны из целого камня из цельного то у него руки то видно что они так немножко ремонтировали почему потому что согласно преданиям первых христиан никаких крестов не было и вешали разбойников всяких богохульников не на крестах а на столбах и вот на этом месте лет пятьсот шестьсот назад стоял не крест а столб и согласно преданиям 1 христиан именно на столбах вешали преступников распинали ноги на кресте не будем все принимать так сильно на веру когда мне начинают всякие людишки с таким жаром с огнем в голос и говорит что вот это так истинно вот здесь я начинаю сомневаться там ли это истинно или нет сейчас я вам еще чуть-чуть чуть-чуть еще покажу это место вот этот тачок это единственное место на этой горе которая не пострадала то ли место святое то ли американцы были мазилы уж не знаю но местные жители верят что это место святое его хранит бог пока всего хорошего